Всем большой привет! Итак, давайте сегодня покажу, какими ароматами я пользовалась первые две недели января месяца. Наверное, в двух словах покажу, которыми не пользовалась сначала. В общем, вот такое масло я брала в использование. Это масло мне пришло в подарок. Вот такая фирма. И смотрите, это аналог на Tom Ford Lost Cherry. В общем, как-то рука моя не потянулась к этому аромату. Дальше я брала аналог, скажем, на Terry Mugler классическая звезда. В общем, это Larif Rive of Love. Не пользовалась почему-то вот тоже. Рука моя не потянулась. Дальше я с подругой. Ты моя звездочка. Дальше любимый, но снятый аромат от Avon. Это Rea Platinum. Это для меня моноаромат Гардени. Классный, мягкий, такой вот прям сливочный, но не сладкий. Гардени, в общем, суперский аромат. Не пользовалась. Дальше Рината красная от Faberlic не пользовалась. Avon Far Away Beyond. Классный, такой сладковатый, древесный аромат ванили. На пять почему-то я не воспользовалась. Bomond, кстати, я брала после того, как я отсняла видео о парфюмерном Project Pen. Я решила, что этот аромат мне нужно сейчас прям брать в использование, но, в общем, так ни разу я им не воспользовалась. И такая вот у меня, ну, подделка, скажем, да, давным-давно этот аромат у меня. Versace Crystal Noir тоже я им так и не воспользовалась. Теперь давайте покажу, какими ароматами я пользовалась. Масло от этой же фирмы, которое мне тоже пришло в подарок. Это уже аналог на Наркотик Винус, на Самата. Вот тут, конечно, да, я люблю, я ношу это маслице. Я не могу сказать, что это суперстойка, но первые два часа довольно-таки ярко я слышу парфюм. Это бело-цветочный аромат. Если сравнивать с оригиналом Наркотик Винус, то этот аромат более мягкий, да, вот здесь бело-цветочность более мягкая. И даже я, знаете, какой-то такой намек на фруктовые ноты ощущаю. Все-таки в оригинале этих нот нет. Но этот аромат мне вполне нравится, и, в общем, я его ношу. Хотя, вроде как, знаете, немного, да, но раза 4-5 я прям, да, я его выгуливала. Так, этот я же не носила. Дальше очень-очень часто я была в шейке под номером 40. Это аналоговая парфюмерия. Этот аромат аналог на Chanel Chance O'Tender. Он мне похож на Chanel Chance O'Tender, но я люблю просто вот этот шейк. Он очень приятный. Он такой несладкий, нежный, такая розовая водичка, да, на каждый день. В общем, на выход даже можно, и на какую-то прогулку. В общем, он и на зиму, и на лето. Мне кажется, я его даже закончу через какое-то время. Я не знаю, наверное, я не буду брать его в использование на вторые две недели. Потому что, ну, иначе, как-то, знаете, я крайне часто в этом аромате. Не то чтобы это плохо, но хочется и другими пользоваться. А если этот аромат есть, опять же, знаете, какой-то он такой для меня запойный. Хотя, когда я его покупала летом, я его, кстати, брала в поездку в Сочи. Ну, как-то я там его не слишком и оценила. И стойкость, как бы, знаете, не слишком такая была уж прям стойкой. И шлейфовым я его не смогла тогда назвать. Но аромат отстоялся полгода спустя. И я уже запойно им пользуюсь. Ну, кроме этого, шейка у меня еще были ароматы от компании Шейк. Это под номером 406. Это аромат, аналог на Делину. Мне писали сегодня, что чувствуют пион и что-то еще. Вот, ну, может быть, пион-то и есть. Я очень-очень просто явно ощущаю именно личи, именно ревень. Классный аромат. Мне он так нравится. Вообще суперский. Кстати, новинка Фаберлик с личи, да, по-моему, тоже выходит. Такой он голубой. Очень интересно протестировать. Потому что личи обычно меня душит. Но вот этот вариант, потому что ревень и в старте, и в сердце. И он такой зелененький. И он такой обволакивающий. Он и мягенький. И, в общем, то, что нужно. Вообще классный аромат. Тоже довольно-таки часто носила. Но не так часто, как все-таки вот этот, да, под номером 40. Потому что вот он чуть попроще. И он не надоедает. И последний аромат от Шейк. Это под номером 469. Это моя новинка января месяца. Это аналог на Наркосис Винус, по-моему. В общем, классный аромат. Тоже сладко-зеленый. Мягкий, терпковато-обволакивающий. Ну, я так подозреваю, что там есть какие-то ягоды, которые я не считываю. Я просто ощущаю зелень, но сладкую такую зелень. В общем, он довольно-таки интересный. Очень стойкий. Вот этот аромат, ну, естественно, более стойкий, чем аналог на Шенель Шансу Тендер. Ну, я пользовалась не так часто, но пользовалась. Ну, буквально вчера пользовалась и до этого. Ну, в общем, тоже, знаете, раз пять я его выгулила все-таки. Часто на каждый день, я так его, в принципе-то, и брала на каждый день, я использовала Лариф Хлоу Бьюти. Смотрите, как много уже отпито. Это сотка. Это аналог на Жванши Ангелы Демоны Ле Секрет версия. Честно говоря, я хочу в шейке попробовать, но я сначала вот это допью, да, да, израсходую. Хотя еще много. В общем, довольно-таки чайный аромат. Он такой нежный, приятный. Ну, можно сказать, что невесомый, но вот такой, да, он нежненький. Причем я очень четко ощущаю здесь персики, которые здесь не заявлены. Мой супруг тоже говорит, что это аромат персиковый. И почули. Да, есть вот эта почульность, но почули нежные. И очень, они вот прямо аж, вот эта нота, она аж затрагивает. Вот не было вот этой почульности, наверное, этот парфюм не был бы так интересен. Он простой, вот он, да, он абсолютно простой. Но он очень притягательный. В общем, мой любимчик. Кстати, я использовала от Ariflame So Forever Together. Классный такой. Он такой нежный, он такой мягкий, он такой вкусненький. Мне он прям все больше и больше нравится. Если сравнивать с классикой, то этот аромат для меня более женственный, более игривый. Даже где-то сексуальный, он сладковатый. Но вот есть в нем вот эта мягкость. Вот это все то, что я люблю. Заявлен какой-то красный перец. Ну, я бы не сказала вообще, что какую-то перченость я здесь ощущаю. Для меня он все-таки очень такой нежный, такой розовый. Вот такой вот, знаете, розовый зефирчик, только не сладкий. Ну, хотя есть сладость, но такой он интересный. Знаете, даже может быть такая сладость, ну, что-то такое вкусное, а-ля конфетное. Но только не в большой концентрации. В общем, очень даже нравится. Стойкий вполне себе. Еще один аромат такой розовый. Avon Always, который розовая версия. Смотрите, он просто уже какой-то практически коньячный цвет приобрел. Он у меня настоялся. Здесь, по-моему, два вида розы. И, в общем-то, роза такая помадная. Немного, да, такой косметический как будто аромат. Но здесь помада именно такая вкусная, современная помада. Это не ретро-вонючая помада. Нет, конечно же. Все-таки аромат женственный, такой приятный. Я помню, когда я его купила, я его вскрыла. Я распылила на бумажечку, да, сама там вырезала, так скажем, блотер. И я обалдела. Я думаю, боже мой, как он прекрасно звучит. Но потом почему-то я вот все меньше и меньше им пользуюсь. Во-первых, я не знала, в какое время годом лучше подойдет. И вот как-то он вроде не слишком стойкий был. Ну, вот как-то так, да. Ну, вот сейчас я решила взять этот аромат в использование. Носила не часто. Дня два я была в нем всего лишь. Там из двух недель. Но он мне дарил хорошие такие позитивные эмоции. Вкусненький. И еще один аромат. Это тоже такая подзелка, которую я еще с прошлого года пытаюсь добить. Это La Petite Drogne Noire Couture Guerlain. Ну, и, соответственно, это не оригинал. Ну, вот немножечко осталось. Но я вот все никак не могу добить. Вот все никак. Ну, даже не знаю. Я, наверное, не буду мучиться. Отставлю его. Хотя я им пользовалась, да. Если я его показываю вот сейчас, то да, я им пользовалась. Вишневенький такой, терпкий, такой вот прям немного сладковатый. Я не скажу, что он супер сладкий, кстати. Хотя нет, муж моего воспринимает очень-очень сладким. И я потому что хочу добить этот флакон. Обливаюсь просто по 15 пшиков. И, конечно же, супруг мой говорит, фу, какая гадость на него. Но мне он нравится. И последнее, это такая люксяшка. Это 7 миллилитров. У меня тревел-версия Victoria's Secret Boomshill. Это подарок от Маши. Вот. Я прям дня три в этом аромате. Он классный. Он, смотрите, вот такой, с такой вот кругляшкой. Но при этом он не масляный. Он просто как туалетная водичка. Цитрус яркий. Такой, знаете, как будто перченый. Но при этом очень много фруктиков вкусненьких. Аромат очень шлейфовый час. Достаточно громкий и шлейфовый час. На себе его еще, может быть, час слышу уже не так ярко. Опять же, я уже говорила, на мне он немного табачно раскрывается в базе. И вот через два часа, в принципе, я его больше на себе не слышу. Ну, в общем, носила, да, дня три. Наслаждалась. И буду продолжать носить. Ну, смотрите, за три дня, в принципе-то, я немного израсходовала. Но я и немного наношу. Я обычно наношу сюда вот на запястье. Вот так растираю. И все. Кстати, говорят, нельзя растирать. Ну, на самом деле, мне кажется, как в смысле можно побить ноты. Что перемешать ноты. Ну, мне кажется, это все вообще неправильно. Можно хотите трить, хотите нет. Единственное, что от трения вы нагреваете аромат. И он больше, быстрее на вас раскрывается. Когда-то отру, когда-то просто, да, там нанесла. Я могу просто, ну, как бы с одной руки чуть-чуть отдать на вторую руку. И все. Ну, в общем, пользовалась. Да, мне нравится. Ну, видите, вот 1700 стоит 7 миллилитров плюс доставка. Полтинник стоит почти 8 тысяч или даже 8 с копейками. А сотка, ну, почти 10 тысяч. Ну, вот с такой стойкостью, под вопросом, не знаю, приобрела бы я себе или нет. Но, опять же, не все хотят пахнуть долго, ярко, резко, удушающе, да, там для своих окружающих. Это вот на любителя. Я, допустим, хочу. Для меня важна стойкость. Вот для меня это важно. Почему я люблю шейки? Потому что это в основном стойкость, редко, когда ароматы, ну, они не стойкие не бывают. Вот этот был для меня не стойкий. Он настоялся, и он стал, в общем-то, как, ну, все плюс-минус, ну, ну, как какой-то стойкий Эйвон, да, например. Вот так. Ну, или там средний Эйвон, да, то есть не совсем какая-то туалетка, которая слетает. Ну, может быть, там не фарувей классический, да. Ну, вот что-то такое средненькое. Но остальные, они все более стойкие. Поэтому, конечно же, видите, я зачастую выбираю шейк. И, в общем-то, очень люблю шейк. В общем, небольшое количество ароматов, которые именно я носила. Почему-то половину я не стала выгуливать. Ну, это опять же, как мне пишут, как можно выставлять ароматы заранее. Это же эмоция. Какой аромат захотела, тот я и взяла. Да, естественно, вот я выставила ароматы, которыми я хочу пользоваться. Я пользуюсь, которые я не захотела. Я отставила. И бывает такое очень часто. Еще там один-два аромата я могу взять из своего парфюмерного шкафа. Ну, то есть, именно по эмоциям то, что я сейчас хочу. Потому что, например, опять же, я добавила этот аромат. Этот аромат я добавила в использование. По эмоциям я решила, что он мне нужен. Но в итоге так я им не воспользовалась, понимаете? Ну, и, естественно, какие-то новинки, конечно же, ну, они у меня появляются, которые я, мне кажется, и даже и не ставила в использование. Просто я ими пользуюсь, потому что они приходят, и просто мне хочется ими пользоваться. Вот они эмоции. Огромное всем спасибо за просмотр. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok